Установлена несъемная ортодонтическая техника. На верхнюю челюсть, я так понимаю, что это первая дуга еще, самая первая, простая установлена. Пока результат по всем показателям стабильный. Вид на установленные дуги сбоку, то есть первичная дуга пока еще. Видим, что ткани парадонта в очень хорошем состоянии. Можно очень хорошо детально здесь разглядеть ткани парадонта. Обратите внимание, в области зуба 13, 14 и 12 появилась кератинизация прикрепленной десны. Это говорит о высоком качестве тканей, которые образовались после оперативного вмешательства. Мы также можем отметить стабильность тканей парадонта в области начавшихся перемещаемых ортодонтических зубов. Второй сегмент. Обратите внимание, какая прекрасная кератинизация прикрепленной десны произошла в области зуба 22, 23, 24 и 25. Все рецессии устранены. Вот как раз здесь началась такая большая глобальная ротация зубов 21 и 22, но при всех такой большой нагрузке обращу ваше внимание на то, что парадонт ведет себя очень хорошо. Общий план на фотографии для визуализации состояния ткани парадонта. 4 месяца прошло после начала ортодонтического лечения, уже поменены 2 дуги, есть стабилизатор движения дуги, вы видите, что зубная дуга меняется, ткани парадонта стабильны. Обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что уже произошли такие достаточно глобальные перемещения, ткани парадонта выглядят хорошо, объем прикрепленной десны сохраняется, рецессии не увеличиваются. Кератинизация нарастает. Обратите внимание тоже на состояние тканей парадонта, они в прекрасном виде, кератинизация нарастает, рецессии нет, прикрепленная десна увеличивается в своем объеме. В фокусе как раз на фотографии зуб 14, 13, 12 ткани парадонта абсолютно стабильны. И повышение кератинизации очевидно. Передние резцы центральные выставлены в правильном окклезионном положении, развернуты в дугу. И немножечко их сами корнковые части задвинуты орально. Как правило, в этот момент возникает риск того, что возникнет рецессия по типу рычагана. Обратите внимание, что при таком созданном вновь с хорошим биотипом, средне-толстым и прикрепленной десной, этого не происходит. Образовалась убыль межзубного сосочка в области зубов 11 и 12, но это также временная ситуация, потому что как только здесь возникнет правильный контактный пункт, то межзубный сосочек потом восстановится в связи с тем, что ткани парадонта абсолютно стабильны, кератинизированы и прикрепленной десной много. Панорамно можно наблюдать ткани парадонта, это все вот эти фотографии спустя 4 месяца. Зубы выставлены в зубную дугу уже более правильно и ткани парадонта абсолютно стабильны. Ткани парадонта стабильны, межзубные сосочки в норме, все в полном объеме они пока и кератинизация десны нарастает. На нижнюю челюсть установлена система несъемная ортодонтическая и мы начинаем наблюдать картину перемещения, совмещения контактов фиссурно-булгарковых и так далее. Здесь та же фотография только во фронтальном срезе, для детального, да, можно изучение тканей парадонта увидеть, что они прекрасно выдерживают нагрузку и ведут себя очень хорошо. Также визуализация 2-3 сегмента, ткани стабильны, измерение расстояния от десны до режущего края в области зубов 14 и 13. 5. Измерение расстояния от десны до режущего края в области 12 зубов 15 и 23. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 12 и 11. Состояние ткани парадонта зафиксировано после снятия ортодонтической техники, первый сегмент оперируемый. На основании его можно проанализировать более детально, да, состояние ткани парадонта. Наверное, из всего того, что мы видим, нас беспокоят увеличившиеся абразии в области зубов 15 и 14, что, конечно, как следствие ортодонтического лечения произошло в области 16 зуба. И рецессия, она не рецидивировала в полном объеме, но есть определенный уровень рецидива, который, конечно, тоже хотелось бы как-то решить. Но радует полное восстановление между зубов сосочком в области зубов 12 и 11, чтобы, в общем-то, было понятно. Также на основании этого можно слейда проанализировать состояние ткани парадонта после снятия ортодонтической несъемной техники. Во втором сегменте ткани кератонизированы, рецессии нет. Так же, как и в первом сегменте, усугубились образия твердых тканей в области зуба 24 и 25, очень выраженным. Фронтальный снимок для анализа состояния тканей парадонта и тканей зубов. Пациентке требуется адонтопластика в области огромных образий, претензий к тканям парадонта нет. Объем прикрепленной десны сохранен, рецессии нет, прикрепленная десна вся присутствует. Состояние тканей парадонта в области нижних зубов фронтального отдела, в области резцов. Вы можете оценить качество прикрепленной десны в нас образованной, устранение рецессии десны. И так же остался небольшой такой дефект в области разошедшегося шва между центральными резцами. Ну и впоследствии он был негулирован геологическим путем. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 22, 23, 24. Продолжаем измерять уже результат для записи в протонтальную карту. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 15 и 16. Продолжаем.